И снова здравствуйте! Помните, мы поднимали тему перспектив роста цен на серебро? Вернее, скорее даже не роста. В понедельник ждем новинку из Кумалак. Два вида монет. Одна будет у нас черный пруф, другая обычный пруф. Цены будут, скажем так, достаточно приемлемые. Не знаем, какая будет упаковка пока. Но черный пруф будет у нас 20 тысяч. Обычный будет 19. Так вот, монеты, в принципе, будут иметь достаточно небольшой тираж. Тут у нас 3000 экземпляров, по-моему. Обычных 3500 экземпляров. Но факт того, что уже многие, казалось бы, начало месяца, уже многие какие-то покупки делают в долг. Хорошо, прекрасно, что Национальный банк отладил работу интернет-магазина и радует нас новинками каждую неделю. Это прекрасно, это просто шикарно. Но многие уже не тянут. Многие уже просто не в состоянии. То есть, покупать большое количество. То есть, сейчас реально с нынешней схемой работы получается, если вы берете в свою коллекцию, то замечательно. То есть, вы купили, положили себе в коллекцию. Если вы берете с целью перепродажи, то тут уже будут сложности. Возникнут очень-очень серьезные сложности, тем более, если монеты не топовые, не какие-то такие прям супер-супер-пупер, которые принесут огромный доход. Ну вот, возьмем тот же FIFA, футбол. Чемпионат мира в Катаре. Прекрасная монетка, шикарная упаковка, новая технология на золочение. Все, все хорошо, все замечательно. Пока этих монет не было в продаже, в интернет-магазине их продавали по 70 тысяч тенге. Даже в каталоге в нашем по серебру было отражено цена 67 тысяч. Потому что реальные продажи привозили с Европы некоторое количество, притом без такой красивой упаковки, без такой красивой коробки по 70 тысяч ушло некоторое количество монет. Ну, в пределах десятка монет, это точно. В интернет-магазин мы заходим и спокойно приобретаем сейчас их за 18 тысяч с замечательной упаковки. Первое время их пытались продавать коллекционеры в чатах и по 25, потом цена пошла вниз, ниже-ниже, 22 готовы были отдавать. Вот эту вот монетку Игорь Павлович купил по своей цене. Буквально там совсем чуть-чуть накинул, 300 тенге, как говорится, расходы на почту. В общем, но если так разобраться, купил, можно сказать, по своей стоимости и человек, человек доволен, счастлив, что ему удалось вернуть свои деньги. Ну, вот еще в тему тоже. Игорь Павлович приобрел у нас монетку тигр. Игорь Павлович, за сколько купили вы? 13 500. 13 500. Ну, теперь вспомните, сколько эта монета продавалась в интернет-магазине. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, 15 тысяч она стоила. 15 или 16 тысяч. 13 500 сегодня в клубе человек без проблем ее отдал. Следующая монетка, которую тоже Игорь Павлович сегодня взял, полигон. В интернет-магазине ее продавали 16 или 15 что-то так. Напишите, я уже сейчас точно не помню, потому что, если честно, я ее, по-моему, не покупал серебряную. Игорь Павлович, за сколько вам ее сегодня продали? За 13 500 и причем за 14 500 человек не захотел покупать на вторичном рынке. Вот видите, из-за пылинки. Вот видите, маленькая пылиночка, маленькая пылиночка. На капсуле. Собственно говоря, да, если вскрыть, то может быть на монете и ничего нет, это просто ворсинка. Ворсинка, которая попала при упаковке. Ну, как бы, ну, всякое бывает. Бывает и осколки в ее пластика попадают от капсул, тоже царапают монеты. Вот видите, собственно говоря, правила игры на рынке поменялись и поменялись очень существенно. То есть, если раньше Насбанк продавал одну монету, там была пауза 2 месяца, допустим, 3 месяца, до появления следующей новинки была возможность подкопить, что-то взять в количестве, продать, обернуть деньги. Ну, многие коллекционеры что-то кладут себе. Ну, допустим, 3 купил монетки, одну монетку положил, на 2 монетки продал, чуть-чуть заработал, и уже эта монетка обошлась тебе дешевле. То есть, в принципе, это нормальная практика среди коллекционеров. Сейчас ситуация поменялась. Насбанк радует. Каждую неделю сейчас появляются новинки, и все новинки надо постараться купить и положить себе в коллекцию. Это достаточно серьезные суммы для рядовых коллекционеров, и поэтому многие уже призадумаются, брать ли, допустим, тот же серебряный Тагус и Кумалак в количестве. Ну да, может быть, 2 монетки каждого вида возьмут, может быть, всего по одной. Пишите в комментариях лично, как вы поступите. Ну и перспективы. Перспективы, скорее всего, в рост эта монета в ближайший год не пойдет. Только в том случае, если опять что-то вдруг случится, произойдет, будет какая-то пауза. Но сейчас все, все сидят практически без денег, потому что, во-первых, надо покупать новинки, во-вторых, все в ожидании более интересных новинок, все ждут того же Окуня Балхашского, надо на него деньги отложить, чтобы потом не было сюрпризов. Тем более, эта монета будет очень маленьким тиражом, очень красивая. Все ждут того же Беркута во всех видах, которые как бы ожидается, что тоже будет перспективная монета. И поэтому, поэтому приходится перераспределять деньги. так что, сложно сказать, насколько перспективными будет этот год во вложение в серебряные монеты Казахстана. Скорее всего, выстрелят буквально единицы позиций, и то этот выстрел будет так очень сильно нивелирован инфляцией. Сейчас уже инфляция годовая в среднем больше 20%, хотя президент дал задание снизить ее в два раза до 10%. Как это будет делаться? Это просто загадка, учитывая, что подняли стоимость ГСМ, впереди повышение стоимости других энергоносителей. Все это закладывается в каждый предмет, который мы покупаем в магазине. То есть, инфляция, скорее всего, в этом году также будет годовая достаточно большая, несмотря на поручения президента. А за два года эта инфляция уже у нас накопится почти под 42%. То есть, считайте, ваши деньги обесценились практически в два раза всего за два года. Соответственно, вся прибыль, которая, казалось бы, вы получили там тысячу, полторы тысячи на монете, на самом деле она скушена инфляцией и монета, которую вы купили за 18 через год. Если вы ее продадите дешевле на, скажем так, 22, вы уже в проигрыше. Так что думайте, очень сильно думайте, прежде чем будете покупать монеты серебряные в количестве. Шансов заработать очень сложно, даже несмотря на то, что на биржах начались гонки, начало расти и золото, и серебро, но пока, пока, пока все съедает инфляция. Ну что ж, если считаете, что я в чем-то не прав, ну я же тоже не идеальный человек, высказывайтесь в комментариях и до новых встреч на канале Семь Тенге. Обязательно будем обсуждать, как только получим новинки, постараемся уже их детально рассмотреть и еще раз поднять этот вопрос с учетом вашего мнения, ваших комментариев. Продолжение следует...